И все, привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу Дню Защитника Отчастиства, плюс выходу новой рельсы HD. Короче, сегодня второй внеплановый, ну, наверное, можно сказать, что как бы я и планировал, что он будет, да. Знал, что сегодня будут уже известны все обновления на завтрашние и последующие дни, какие у нас будут в дальнейшем ивенты, и сегодня обо всем по порядку вместе с вами пройдемся, расскажем, посмотрим, выскажем какую-то свою определенную позицию, ну и, конечно же, в комментариях вы напишите свою точку зрения по поводу всех этих замечательных ивентов. Казалось бы, только в конце этой недели, ну, вернее, в конце прошлой недели, закончился у нас ивент, посвященный Дню Святому Валентина, где было тоже долго и много X2 фондов, плюс спецрежимы, плюс миссии, плюс скидки и все прочее. И тут, хоп, проходит 4 буквально дня, и уже с завтрашнего дня стартует новый ивент. А во всем по порядку начинаем, как я уже сказал, с рельсы. Рельса выходит завтра. Из интересного я тут, конечно, ничего читать не буду, потому что я уже все как бы посмотрел, дабы, ну, максимально долго не углубляться во всю писанину и не акцентировать внимание на те вещи, которые не стоит акцентировать. Из самого интересного. Новый вид рельсы, плюс два новых устройства на пушку. Одно поджигающие снаряды, то есть выстрел далее поджигает танк. Если у него есть защита от поджога, либо иммунитет от поджога, то либо наполовину меньше поджог, либо вообще нет поджога. Плюс стан снаряды, это снаряды, которые, по сути, оглушают ваш танк. Вы наносите каждую рельсу, как я понял, с оглушением. Если у вас есть иммунитет от оглушения, то, соответственно, рельса с этим устройством не работает. С завтрашнего дня эти устройства появятся в контейнерах. В каких контейнерах? В ультраконтейнерах. Ну и все эти ребята, которые хотят, могут пытаться выбивать их плюс для себя что-то новое получается. Либо там, я не знаю, в дальнейшем может там за донат появится, за танкоины. Две, по крайней мере, два устройства. Я думал, что их будет больше и думал, что будут всякие там, знаете, как может придумают какие-нибудь сплэш рельсу. Да, там, или еще что-то, как у нас произошло со смакой. Но, слава богу, до этого и не додумались. Поэтому ограничивались двумя устройствами. И я этому рад. День защитника Отечества. Здесь уже есть, где разогнаться. Стартует все у нас с завтрашнего рестарта. Скидки в магазине, в гараже. И на микропрокачке 30%. На MPK 30-50. Наверное, дефолт. Наверное, дефолт последнего времени. Притом раскладе то, что уже на протяжении долгого времени делают не только скидки, а и возможность фармить довольно жестко. То такие скидки, наверное, являются уже дефолтными. Еще на прошлой неделе у нас на выходных были 70% скидки, которые, к слову, могут появиться и на этих выходных, а может быть и даже на неделе. Поэтому, ну, нормально. Нормально, нормально. Если кто хочет, что-то прикупит для себя на этих 30% скидках. А кто не хочет, может просто подождать 70-ку какую-нибудь красивую и для себя уже что-нибудь годненькое приобрести. У нас открывается два спецрежима. Один спецрежим будет на этих выходных, другой на следующих выходных. На этих выходных будет хори рельса на песке, которую я, честно говоря, не поддерживаю. Вот если была бы у вас посмолка, я был бы безумно рад. Но рельса связана с тем, что как бы все приурочено к тому, что у нас выходит новый скин на нее. Поэтому сделано все с этой пушкой. Ну и второй спецрежим это хопера рельса на небоскребах. То, что у нас было, то, что я для себя тогда тоже не особо поддерживал. Но тогда я играл на хопера рельсе без мышки. Сейчас, возможно, игра и геймплей, и сама интересность в этом плане поменяется. И будет намного-намного интереснее. Поживем и увидим, когда уже это все дело приблизится к празднику. Но я так понимаю, что здесь, если здесь у нас получается 20-е, 21-е, да, то есть это выходные дни, то тут у нас... А, ну да, то есть у нас же как бы февраль, я забыл совсем, тоже два дня. А то я уж что-то посмотрел, 27-е февраля, и думаю, такой, ууу, это что, на три дня? А, ну, а я забыл, что всего лишь 28 дней у нас в феврале имеется. Так, дальше, ультраконтейнеры, понятно дело, спецпредложения окей. В принципе, для тех, кто этим всем интересован, могут сами посмотреть, как бы, ну, дефолтные всякие интересные спецпаки. Возможно, для кого-то, возможно, не особо. Коинбоксы, 100 тысяч танкоинов, как всегда, все эти замечательные вещи тоже появились. Праздничная копилка для телефона, тоже довольно интересная вещь, кто играет с мобилки, плюс полтора раза больше можно заработать с кристаллов и танкоинов при открытии. Ну, и особые миссии. С особыми миссиями, в принципе, ничего такого разнообразного, наверное, нету. Если кто выполнял миссии на День Святого Валентина, то сейчас примерно то же самое и будет с небольшими изменениями. За все миссии 7 ультраконтов, 100 звезд. За каждую по отдельности миссию по 150 осколков. Ну, и есть еще одна миссия, за которую дают один день приема. К слову, я этого, кстати, не видел. Надо всего лишь использовать 99 брони и получить один день приема. Это очень даже неплохой бонус, как по мне. 50 танков на Хантере, Викинге, Курсейдере, Диктаторе. Я, к слову, это не понял. Вот этот вот момент. Можно же было добавить хорек Хоппер. Ведь спецрежимы приурочены именно к этим корпусам. Но, ладно, там как бы 50 километров, это не так уж много. Уничтожить на рельсии Магнум и Гаусси Шафте. 30 тысяч очков. В общем и целом, здесь в сумме можно подзаработать дополнительно 3,6. 6 обычных кантов, 7 ультракантов, 1 день приемки. Плюс в сумме еще 350 звезд. В принципе, как дефолт, как дефолт. Довольно неплохо. С 19 февраля по 1 марта, плюс ко всему прочему, будут у нас повышенный опыт и фанды. Два раза, то есть, итого опыт будет у нас в 4 с приемкой 8, если я не ошибаюсь, да? Ну и с фандами примерно такая же ситуация обстоит. Пофермить опять можно. Опять можно побить Шейма рекорд. Да, друзья? Теперь тоже рекорд новенький. Давайте пробуйте. Возможно, у кого-то есть желание показать свой мастер-класс, цветануться. Ну а мы за этим всем делом, конечно же, конечно же, будем следить. А может Шеймеш сейчас сам скажет, что он готов перебить свой рекорд на 5 миллиончиков по красоте. В общем и целом, это все новости, которые у нас есть. Есть еще, конечно, новость у нас про, 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 про квест-игру. Ну, но так как я не являюсь любителем этой квест-игры, то, в принципе, ну, что я здесь могу сказать, да? Как бы она пройдет в такие определенные дни, там, с 19-го старта, там, вот, 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 все движения. Короче, ну, если кому интересно, сами. Я думаю, что прочитаете, кто заинтересован в этих всех движениях. Ну и кто выиграет, поборется за телефон Nokia 3.2. Вот это жестко, конечно, очень жестко. Поэтому, как-то так, пишите, друзья, комментарии, что вы думаете вообще по поводу ивента. Для меня, наверное, что-то дефолтное, стандартное. Ничего сверхудивительного. По спецрежимам, ну, на хоппере, возможно, поиграю. На холл-рейсе, думаю, что нет. Все-таки это не у вас посмока. Для меня это не столь интересный режим. У меня на этом все. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.